МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа новостер Федснеев. Студия Константин Перевозчиков. Сегодня в выпуске. Студенты НИЕУМИФИ посетили Российский федеральный центр в НИЕФ. Спорткомплекс «Авангард» прошли финальные игры первенства по баскетболу в рамках спартакиады ядерного центра. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Четыре раза в год в Саров приезжают студенты ведущих вузов, входящих в систему Национального исследовательского ядерного университета. Цель – познакомиться с возможным местом работы в будущем, пообщаться с сотрудниками и руководителями РФИАСНИЕВ и своими глазами увидеть социальные и бытовые условия проживания в одном из самых закрытых городов страны. Какие вопросы задавали и какие ответы получили студенты МИФИ в нашем следующем сюжете. Проект «В гостях у будущего работодателя» на протяжении нескольких лет, реализуемый в РФИАСНИЕВ, не раз принимал студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Ёжкар-Алы и других городов России, где расположены вузы Национального исследовательского ядерного университета. В этот раз гостями города стали ученики Московского инженерно-физического института. Второй день визита московской делегации стал основным в программе. Студенты встречались с руководителями и представителями перспективных в плане будущего трудоустройства подразделений РФИАСНИЕВ. Подобный диалог идет на пользу всем. Студенты могут посмотреть на закрытый город, ведь у них нет другой возможности въезда сюда. Что имеет городообразующее предприятие? Оно имеет возможность личного общения, и при собеседовании уже можно понять уровень подготовки, интересы студента, да, самая главная мотивация и, в общем-то, целенаправленность. Для ребят, которые никогда не были на территории ЗАТО, провели экскурсию по Сарову, рассказали о социальном и бытовом устройстве жизни в городе, о программах поддержки молодых специалистов. Много вопросов у студентов МИФИ вызвала тема досуга для молодежи на территории города. Куда пойти после трудовых будней, каким спортом заняться, и есть ли возможность для творческого саморазвития. Наш Саров, он замечательный город для жизни. Мы, конечно же, все местные жители саровчане, любим наш город. И мы позиционируем перед студентами, что город Саров – это центр развития. Вчера с ребятами в общей беседе, мне не удалось не найти у них ни одного интереса, который бы они здесь не смогли реализовать. Мы перечислили все, начиная от разнообразных клубов по интересам, до увлечения картинами и путешествиями, заканчивая горными лыжами, самбо, сноубордом, хоккеем, бассейнами. Еще одно немаловажное достижение проекта в гостях у будущего работодателя – возможность развенчать миф о том, что, попадая на практику Оверфиадс в НЕФ, студент или молодой специалист теряет возможность получения заграничного паспорта и выезда за рубеж. По словам представителей городообразующего предприятия, ограничений появляется только в случае работы с секретными документами. Обсуждая перспективы работы в ядерном центре, руководители подразделения задавали много вопросов и ребятам. Для себя они набирают не просто студентов московских вузов, они ищут необходимого им специалиста. Руководитель подразделения заинтересован именно в этом молодом специалисте. Он почувствовал, что уровень знаний хороший, что человек будет стараться, он будет вовлечен в профессиональную деятельность. По словам начальника отдела по взаимодействию с организациями трудоустройства студентов НЕЯУ МИФИ Михаила Кабанова, на встречах в рамках проекта «В гостях у будущего работодателя» студенты задают вопросы, связанные с перспективами и карьерным ростом. Много времени уделяется вопросам оплаты труда, социальной политики того предприятия, где проходят встречи. Спрашивают, как жить в этом городе, спрашивают, чем можно заниматься в этом городе в свободное время. Молодые семьи спрашивают про детские сады, про ясли. Такие бытовые вопросы в основном. Конечно, спрашивают, чем непосредственно заниматься в том подразделении, куда хочется попасть. Для выпускников ведущих российских вузов Орфиадсвнеев всегда есть работа. Есть задачи для физиков, математиков, оптиков, программистов и еще десятков и сотен профессий и специальностей. Для многих попасть в научную элиту страны – мечта, к которой ребята стремились все студенческие годы. Более половины тех, кто приезжает на такие собеседования на местах, потом остаются здесь работать. Они уже приезжают ориентированными на организацию, они почитали про организацию, они приблизительно представляют город, но у них нет конкретного понимания, что это, где это. Надо посмотреть, посмотреть на подразделение само, чем люди занимаются, посмотреть на коллектив. Много вопросов было связано с прохождением преддипломной практики и защитой диплома на базе Орфиадсвнеев. Выбор темы работы – возможность практического применения ее результатов. Вы пишете по какой-то реальной проблеме, то есть реальной проблеме, которая у нас есть, вы ее пытаетесь решить и внедрить. Соответственно, это далеко от академического диплома, это больше такая именно прикладная наука. То есть потом по вашим наработкам можно сочетать какую-нибудь задачу, где бы их в дальнейшем применить, естественно, доработав, потому что за 3-4 месяца сделать полноценный продукт – это тяжело. Московские гости на этом неформальном собеседовании задавали самые разные вопросы о работе и жизни в закрытом городе. Интересно было все, на каком языке программируют в ядерном центре, какое железо у персональных компьютеров сотрудников, как обстоят дела с техподдержкой тех или иных программных продуктов зарубежного производства, если страна находится под жесткими санкциями, используются ли какие-то российские наработки. Сейчас активы начинают развиваться не у нас, конечно, в России разработка с отечественного процессора «Эльбрус». Пока еще, конечно, далеко до зарубежных аналогов. Но, учитывая все ограничения, вполне возможно, что скоро придется полностью переходить на эти процессы. Дмитрий Лебедев родился и вырос в Арзамасе. В нашем городе никогда не был. Окончив школу с отличием, учиться уехал в Москву. Уже на первом курсе ребята посоветовали подать заявку на участие в программе в гостях у будущего работодателя и съездить на собеседование в РФАЦ в НИЭФ. Спустя два года молодой человек воспользовался этим советом. Моя специальность – ядерная физика и технологии. Я выпускаюсь, в дипломе будет написано, что я инженер-физик. Как я понимаю, в принципе, у меня будет узкая специальность, связанная с экспериментальными методами ядерной физики. Ну, там связано это с детекторами, с излучением, с ускорителями и так далее. На данный момент я приехал в Саров. То есть здесь это одна из площадок, на которых я могу себя реализовать, могу построить здесь карьеру как физика и заниматься как бы чем-то связанным с моей специальностью. По словам молодого человека, здесь есть все возможности проявить себя и, возможно, даже сделать какое-то научное открытие. А встреча с представителями подразделений, связанных с ядерной физикой, добавила еще больше уверенности – в будущем стоит жить и работать в ЗАТО. Я встретился с ядерщиками сегодня утром. Я с ними поговорил, узнал о возможных практиках, узнал о том, чем они занимаются, какие у них есть направления, какие есть перспективы. Все это я узнал для себя и взял на вооружение. Еще одним приятным элементом трехдневного пребывания студентов Московского инженерно-физического института в Сарове стала экскурсия по дому-музею выдающегося ученого-ядерщика, создателя первого атомного заряда и первого научного руководителя КБ-11 Юлия Борисовича Харитона. Цель – не просто рассказать о жизни великого ученого, а на практическом примере рассказать будущим сотрудникам РФИА Цвнеев о том, какой может быть вклад личности в историю и науку. В течение того времени, которое ЮГЭ провел у Резерфорда, он успешно занимался научной работой и написанием диссертации, которую блестяще защитил в 1928 году, получив степень доктора философии Кембриджского университета. В то время ему было всего лишь 24 года. Поездка у студентов в МИФИ получилась насыщенной и продуктивной. Приедут ли они работать в РФИА Цвнеев – вопрос пока открытый. Но, как признали сами ребята, Саров выгодно отличается своей славной историей, красотой и уютом, и, конечно, возможностями, которые предоставляет Федеральный ядерный центр ВНИФ крупнейший научно-технический центр России. 21 октября завершилось первым стопом баскетболу в рамках спартакиадров РФИА Цвнеев. На протяжении месяца баскетболисты различных структурных подразделений ядерного центра боролись за выход в финал. В заключительных матчах за звание абсолютного чемпиона сошлись сильнейшие команды. Как проходили финальные игры и как распределились места на педестале почета, расскажем далее. В спартакиады по баскетболу традиционно собрала 12 команд различных подразделений ядерного центра. Почти месяц по выходным дням работники предприятия на спортивной площадке выясняли, чья тактика и стратегия ведения игры наиболее успешна в борьбе за владение баскетбольным мячом. В этом году были созданы две группы, по шесть команд в группе, из которых выходило четыре сильнейших команды, и они играли уже полуфинал в финал. В финал вышли сильнейшие команды «Союз» и «Старт», которые не раз встречались в рамках различных соревнований. Соперники знают сильные и слабые стороны друг друга, но каждый раз заключительная игра таит себе интригу, так как силы команд практически равны. Уровень подготовки, конечно, он не одинаковый. То есть сильнейшая команда все равно присутствует, первая пятерка, но она основывается на том, что тут играют работники в НЕФ, которые участвуют на областных соревнованиях, за сборную в НЕФ играют. Есть также сотрудники, которые играют за сборную города в составе команды «Атом». Поэтому уровень первой пятерки очень высокий. Результативные пассы и точные броски в корзину. Баскетбол требует от игроков быть в хорошей физической форме, чтобы уметь выдержать натиск соперников и владеть преимуществом в игре. Но гораздо важнее чувствовать поддержку товарищей и действовать в интересах команды. Дружба, братство – это командная игра. Здесь нет места индивидуализму. Поэтому чувство плеча, друга, товарища рядом, по крайней мере. Чувство локтя особенно важно в борьбе за первое место со сборной ИТМФ «Союз» с давним соперником за звание лучшей баскетбольной команды. Взаимопонимание на спортивной площадке дорогого стоит. Понять товарища по взгляду и мимолетному жесту помогает многолетняя дружба игроков. Команда баскетбольная – это семья. Помимо того, что наша заводская команда завода ВНЕВ сама по себе семья, как заводчане, еще баскетбольная команда у нас отдельно. Поговорка «один в поле не воин» очень точно характеризует баскетбол. Спортсмены в команде должны друг друга поддерживать и в игровом плане, и в психологическом. Основной костяк сборной составляют игроки 30 и 40 лет. Они становятся примером для молодых спортсменов стремления отстаивать честь коллектива и представлять ядерный центр на выездных соревнованиях. Они от этого не то что удовольствие получают, адреналин, прыск, это жизнь, понимаете, это вторая жизнь. За команду «Союз» Института теоретической и математической физики Дмитрий Климов играет более 20 лет. В 1997 году он пришел работать в РФЯЦ в НЕВ после окончания института и сразу попал в баскетбольную команду. Тренировки и соревнования стали для него неотъемлемой частью жизни. На протяжении этих последних лет мы всегда являемся участниками спартакиады в НЕВ по баскетболу. Ну и всегда боремся, пытаемся бороться за самые высокие места. За эти годы Дмитрий вычислил для себя формулу успешного матча. Для победы важна не только хорошая физическая подготовка, но и психологическая устойчивость. Так как баскетбол учит сражаться до конца и быть хладнокровным в любой ситуации. Иногда один точный трехочковый бросок помогает команде вырваться вперед и решить исход игры в свою пользу. Игры порой складываются не очень легко, психологически сложно выдержать все 40 минут игры. Бывают очень напряженные концовки, где буквально одна-две ошибки могут повлиять на исход матча. Поэтому надо быть с холодной головой, подходить здраво ко всем моментам. Игра выдалась динамичной, богатой на острые атаки и интересной комбинацией. Дмитрий Климов считает, что в баскетболе важна именно командная игра. И заброшенный в корзину мяч – это итог результативных передач товарищей. Соперник он знает очень хорошо и готов к тяжелой, но справедливой борьбе. Борьба за первое место закончилась со счетом 76-50 в пользу команды «Союз» Института теоретической и математической физики. Команда «Старт» завода в НИЭВ стала серебряным призером. Тройку лидеров замкнула команда «Буревестник» Института ядерной и радиационной физики. Четвертое место у сборной завода «Авангард». У игроков есть несколько дней, чтобы восстановить силы и вновь побороться за звание сильнейшей баскетбольной команды ядерного центра на следующих соревнованиях. В следующие выходные приглашаю всех любителей баскетбола. Будет турнир, посвященный памяти наших ветеранов, но не только ветеранов, а и баскетболистов, которые преждевременно уже покинули нас. Поэтому приходите, будет сильнейшая команда, четыре, играть. Будет весело и интересно. Поклонников игры ждут в спортивном комплексе «Авангард». В субботу, 27 октября, игры начнутся в 10 часов, а в воскресенье, 28 октября, в 13 часов, будет дан старт матчем за призовые места. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями градообразующего предприятия на сайте тройной W внефт.ру. И в эфире канала «16» каждую среду и пятницу в 19.45. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.